всем привет дорогие друзья своя мастерская мастерок немножко шума на улице от неадекватных детей но думаю вы меня простите я начал записывать видите в двух форматах сверху и снизу коробочка пришло это новая упаковка у них их его знаете вверх денис короче вот я так и не понял шум убрали так и не понял от подписчика посылка что-то сверх ногами наклеили или нет подписчика в общем проблема жестком диске такая жесткий диск не перестал определяться перестал читаться в общем толком как она что там перестала определяться и не рассказали мне нужно вытащить инфу сейчас мы с вами посмотрим вот так вот карман у нас такой сейчас мы с вами карман это хреново значит скорее всего падала скорее всего билось давайте с вами посмотрим как он тут вообще конструктивно разбирается не здесь просто здесь просто ножки давайте посмотрим вообще с виду с виду его уже разбирали если будет видно вот место где чем-то металлическим поддевали так что фехи его знает так винтов нету у нас по-другому не разберешь поддевать надо посмотрим да по наделывают в дамой паспорт кто-то мне писал давным-давно насчет в дамой паспорт но общался уже потом с девушкой капец запаковали это чтоб простой пользователь его не открутил так на резиновых ножках он у нас и вот то что я вам говорил вот эта большая борода когда у нас плата идет сразу с переходом на карман то есть в принципе можно сюда попробовать подобрать плату но блин с большим трудом давайте для начала разберем это все дело и вообще посмотрим с вами посмотрим с вами получится сейчас да эта насадка посмотрим чистили ли тут не посбивали ли какие элементы что тут вообще с ним делали потому что вы же у меня умные разумные знаете что каждый лишний запуск жесткого диска уменьшает шансы на его ого тут сильно затянули один из винтов сорвали уже делали уже делали ковыряли есть лайфхак один если сорвали то можно попробовать кусочек изоленты сложить в два раза оторвать маленький кусочек изоленты попробовать через него открутить это не наш случай тут уже конкретно сорвали винтик видно уже даже по винту что разбирали так ну и напишите мне пока в комментариях пока это все дело разбираю как вам вообще так вот с двух ракурсов съемка потому что как по мне это нормально а вот что там вы скажете согласен с вами со многими что с одного ракурса не совсем удобно в том плане что за руками не видно там что то не видно но с двух ракурсов уже должно быть все хорошо так тут отвертки так давайте пока пауза и продолжим потому что не могу подобрать отвертку но не скажу что без потерь потому что поломал отвертку но я думаю потом я подточу хрен его знает короче каким образом я это все дело сделал я просто больший большим диаметром звездочкой проехался раскрутил удалось я его сразу выкрутил вот это вот ошибка всех мастеров что они как дебилы затягивают это все дело так но тут уже чистили явно чисто поэтому этот шаг пропускаем переходим к визуальному осмотру платы кстати да давайте-ка мы с вами ребят еще раз прочистим на всякий случай сверху ластиком потому что попадался хотя всего один раз но был такой случай когда каким-то химикатом это все дело чистили и остался налет а налет как вы знаете не дает полноценной возможности это все дело не дает хорошего контакта так теперь давайте с вами прозвоним мультиметр в режим диодной прозвонки думаю думаю вам видно и приступим 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 для начала проверим флешку не битая или флешка не битая теперь мы с вами прозвоним относительно земли дроссель дроссель у нас живой сноситель на земле 158 милливольт падения теперь посмотрим не лежит ли у нас ножки двигателя на нашей на земле не лежат ли ножки двигателя не лежат это уже хорошо это уже означает что контроллер у нас живой ну и давайте прозвоним ключ последний элемент что тут может в принципе поломаться сейчас стали уже в современных жестких дисках маркировать диоды и конденсаторы в одинаковые серые цвета поэтому очень трудно их очень трудно их продиагностировать и найти где диода где конденсатор я с этой проблемой столкнулся первые жесткие диски где-то года полтора назад и вот эта проблема имеет место быть давайте с вами сейчас подсоберем и и как бы вообще попробуем запустить посмотрим в принципе тут чистили закручивали может быть дело вообще в голове у нас значит один винтик я в принципе у меня есть их целая куча запасных но один винтик это не проблема самое главное четыре винтика мы сейчас все закрутим вот эти четыре винтика самые главные и последний сюда все ну давайте подрубим глянем чего с ним так 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 подсоединяем Щелкает, явно ему не хватает питания. Судя по мигающей лампе. Давайте попробуем за ним понаблюдаем. Теперь давайте воспользуемся нашим лайфхаком, который я уже вам показывал и попробуем, возможно у нас питания не хватает конкретно из-за шнура. Давайте попробуем подцепить microUSB, всунем его в USB 3.0. Слышим он у нас так же определился, так же не хватает питания. Значит, что это значит? Это значит, что два варианта. Нехватка питания и отбитая голова. Поскольку есть еще третий вариант, но маловероятно, это слет прошивки. Хотя ВДшки могут грешить и этим. Так, сигналы. Два сигнала, а один сигнал. Это у нас проблемы с головой. Вы слышали про пикал. Вот еще раз пикнул. Сейчас попробуем откалибровать голову. Так, подвинул я чуть-чуть камеру. Не совсем удобно. Я еще только вот учусь первый раз с двух фонов снимать. Так, откручиваем нашу голову полностью, как я вам показывал. И полностью ее закручиваем. Начинаем с сильно тугого состояния. И пробуем. Все равно щелкает. Сейчас посмотрим, что изменится. Ничего не поменялось. Теперь давайте затянем верхнюю голову. Обычно от удара. Так, уже подпискнуло чуть-чуть по-другому. И теперь потихонечку послабим и переключим. В принципе, ребят, такие жесткие диски я не сильно часто чиню. Может быть, в принципе. Ну, на вид видите, как он себя ведет. Он себя вести может так только в случае, в трех случаях. Первый маловероятный случай – это слет прошивки. Второй случай и третий более вероятный – это или нехватка питания, или проблемы с головкой. Пропечал он два раза плюс один раз. Это у нас он показал, что проблемы с головой, с бутами. То есть, голова не может приехать на бут-область. Но, опять-таки, может быть, воды что-нибудь подзапортачили. И он как-то ошибается. Давайте попробуем с вами проэкспериментируем его прогреть. Прогреем мы мозги самого хабика. Ну, грубо говоря, вот эти элементы, они относятся к самому жесткому диску. Вот эти. А вот это – это мозги самого переходника с SATA на microUSB. То есть, давайте попробуем. Поскольку диск, мне сказали, после удара, вполне возможно, что у него могли отойти мозги. Сейчас давайте я все подготовлю и мы продолжим. Пока пауза. В принципе, ребят, смотрите, я так вот подумал, пока это все дело. Ставил, готовил к показу вам. Тут сразу говорю, извините, у меня мало места для двух камер. Как раз там, где та камера, там у меня сейчас стоит мой фен. Значит, смазал я флюсом и прогреваю я на 350 попугаях. Почему я вот так вообще на эту схему и вообще занялся прогревом? По одной простой причине, что любой удар может сопровождаться, как вы знаете, где-то что-то отошло, где-то чего-то отпаялось, где была плохая пайка. А симптомы у жесткого диска, нехватка питания. Это 100% и мне что-то вот так вот, не знаю, чуйка моя подсказывает, что дело в голове будет второстепенно. Что мне кажется, что больше тут похоже на нехватку питания. Это вот, кстати, вы мне пишите, подписчики. И вот, и решил я сначала попробовать это дело разобраться все-таки с питанием, чтобы его исключить, а уже потом что-то думать насчет... Поставлю 365 попугайчиков. Может быть, отводит тепло монтажный столик. Кстати, ссылочка на приборы, которыми я пользуюсь, оставлю в описании. Кстати, пинцеты мне писал один из мастеров. Который вечно всем возмущается. Привет тебе, вечно возмущатель. Так вот, он сказал, что пинцеты у него такие же. Но он брал только у другого продавца. Очень быстро вышли из строя. Так вот, хочу тебе сказать, что ни хрена не вышло у меня. У меня все отлично. На всякий случай прогрею память. Ну, не память, а тут... Как его... Флешку. И на всякий случай... Дуну на контроллер. Давайте возьму флюса. И дуну на контроллер. Почему? Сейчас объясню. Потому что... Мне кажется, что все-таки питание... Что все-таки дело в питании. Не знаю. Что-то мне так кажется. Хрен не узнает. Может, я, конечно, ошибаюсь. Может, я разберу... После этого гермоблок и посмотрю под микроскопом. И вижу там вакханалью... В виде оборванной головы. Но, во всяком случае... В гермоблок, ребят... Напоминаю. Надо лезть в самый последний момент. Калибровать болты. То же самое. И все остальное. В самую последнюю очередь. Конечно, вы сейчас скажете, что это непрофессионально греть все подряд. Но я вам скажу, что... Толковых мануалов и толковых схем по винтам нет. И большинство тех идей по ремонту, которые я показываю на своем канале... Это все мой жизненный опыт и мои наработки, с которыми я с вами делюсь. Естественно, если винт щелкает, то EPS 3000 тут тоже не поможет. Так. Все. Я, кстати, вернул назад на 350, потому что она уже хорошо прогрелась. Теперь давайте дадим платье остыть и продолжим. Пока паузу. Вот так, народ. Теперь... Теперь уже... Хе! Я ноутбук это двигал. У меня же стол маленький. Где я это все делаю? Теперь уже в эту сторону. Ни хрена. Не видно. Давайте посмотрим, что тут у нас. Все равно щелкает. Как и щелкал, как и есть. Щелкает, зараза. Дико. Опа. Так, ну мы выяснили, что это не кабель. Вскроем, сейчас посмотрим. Я возьму микроскоп. Еще пока не придумал, как снимать с микроскопа. Если есть идеи, пишите. Кроме, конечно, идей сопоставлять глазок микроскопа с камерой смартфона. Это я уже пробовал. Это полная дичь. Ни хрена не получается. И как бы фигня. Вообще, ребят, я вам уже ни в одном видео говорил, что ВД, дичь, еще там. Что даже делал, по-моему, сравнение по пригодности в плане бросать их. Помните, кидал. Вот еще один. Я не отклеиваю всю наклейку. Я чисто вот так вот, как вы видите. Так, ну и давайте посмотрим визуально. Заглянем. Да, на лицо явный отвал. Видно невооруженным глазом. Если вдруг получится, наверное, не будет фокуса. Ну вот, видно вторая голова. То есть, ну, самая верхняя, вот вторая. Она больше перекос идет видно и без микроскопа. Но еще под микроскопом потом глянем. Я знаю, давайте сейчас снимем магнит и попробуем без магнита. Сделать одну хитрость, может быть, получится. А может и не получится. Не знаю. Так, сняли магнит. Теперь откручиваем еще раз откручиваем еще раз нижний винт, если видите. Потому что ни хрена не видно. Я тут делаю. Тут очень тонкая работа. И назад вкрутили. То есть, мы его что сделали? Мы его выровняли. если где-то после удара был перекос по самому вот этому, то как бы сейчас его нет. И то есть и остается одна голова. видите, как нехорошо в плане неудобно. Еще и на две камеры еще, чтобы вам было все видно. Очень неудобно. Сейчас ну, конечно, уже вангую криворукий, недомастер и того подобное. Ну, честно, пофиг. Ребята, абсолютно пофиг. Так, где у нас тут? Так. Мне уже давно насрать на все хейтеровские выражения. Как бы сейчас если да, она вот я смотрю. Ну, давайте рискнем, попробуем. Авось запустится, авось получится. Если запустится, получится, то в самом быстром порядке сбрасываем все данные и Алис. Если не получится, то буду искать голову на донора. вот да. И вот и раз волнен , т так давайте пробуем в принципе чем не терять у меня уже рубрика не ремонт была люди ее восприняли нормально все равно все равно но вот это писк это он показывает что это голова да возможно что изменился звук но это лишь подтверждает ту теорию что это все таки голова и ничто и ничто другое то есть возможно она сильно перезатянута сейчас чуть-чуть подпустим и верхней чуть-чуть ослабим что самое интересное что он определяется но он определяется пикает за счет кармана он определяется пикает за счет мозгов кармана и вот у меня что самое обидное что вот нету просто нету платы другой чтобы подкинуть чтобы подкинуть плату или с карманом или без кармана как бы вот такая вот борода так сейчас буду звонить клиентки рассказывать что получилось с ее с ее жестким диском и будем уже что-то решать на всякий случай с вами прощаюсь если будут какие-то события тогда павла так ну пока пауза как говорят умная мысля приходит опосля но я это о чем читайте не для перепродажи ресейл вообще что-то непонятное то есть видимо тут уже воды так заморачивается так уже хочет себя угробить что специально делает винты что означает это надпись я вам расскажу это она означает что они идут только на продукцию воды и они идут низшего качества то есть специально скорее всего делается плата с контроллером и совсем единственное что интересная особенность таких винтов это то что есть еще один фиксирующий фиксировочный калибровочный винтик ну на этом все приколы и заканчиваются то есть остерегайтесь ребят тут таких вот винтов потому что это дичь полная пока пауза